Приветствую вас на нашем канале. Сегодня в почтовом ящике обнаружились два тонких пакета. Давайте скроем, посмотрим. Скорее всего это датчики LM75. Так, микросхемы все более-менее похожи. Вот сразу видно отличие, что некоторые есть с вырезом на корпусе, где обозначается первая ножка, а есть которые без выреза. Но все они обозначены как LM75A и производитель заявлен фирмой NXP. Поэтому сейчас посмотрим натошить на эту микросхему. Вдруг она отличается от той документации, которую я уже рассматривал на канале. Потому что, как сказали в комментариях, что есть та же самая микросхема производства другого производителя и там точность на порядок выше. Ну, разрешение АЦП. Заказы, напоминаю, 10 декабря. 20 штук, плюс 20-40 штук микросхем. Сегодня 29 января, то есть 40 дней примерно. Ушла на доставку. И сумма за 40 штук всего 300 рублей. Менее 10 рублей за штуку, за одну микросхему. Вбиваем в поиск LM75A, находим фирму NXP. Видимо, это тот дата-шит, который я и рассматривал на канале. Так, давайте посмотрим разрешение. Разрядность видим 8-10 бит, плюс 1 бит значащий, то есть типа 11-битный АЦП. Вот как раз что и получилось. Что я рассматривал дата-шит от фирмы Texas Instruments. И здесь у нас 9-битный АЦП. Старший бит отвечает за знак температуры, и то есть значащие 8 бит данных. А здесь мы получаем еще плюс 2 разряда, то есть разрешение получаем 0,125 градусов Цельсия. Обязательно это проверим. Придется маленько переделать макрос. Возможно, все-таки вернусь к переменной с плавающей точкой, раз мы получили такое разрешение градусника. Но посмотрим. Итак, для первого теста я сделал вот такой вот бутерброд из четырех платок, переходники. Сойка на дип. Стоит примерно по 3 рубля за штуку. Очень удобная вещь для таких случаев. И заказал еще 100 штук таких переходников. Здесь мы видим распаянная микросхемка. Я взял две штуки, у которых есть вот эта выемка на корпусе, показывающая первую ножку. И две штуки, у которых нету. И распаяна согласно дата-шит. Подано плюс-минус питание. Линия A2C. С обратной стороны вы видели подтягивающие резисторы линии к плюсу питания. И с этого края видим линии адреса. Верхние у нас все три линии адреса подключены к земле. Далее две линии адреса к земле, одна к плюсу питания. Потом одна к земле, две к плюсу питания. И все три к плюсу питания. Получился вот такой вот бутерброд из четырех микросхем LM75A, которые расположены на близком расстоянии друг к другу. И тогда температура, которую они будут показывать, примерно должны быть одинаковые. Подключение стандартное. Берем 5 вольт от платы ардуино. Плюс-минус питание и линия A2C. Резисторы подтягивающие. Еще раз напомню, напаяны уже на плату. Питаться будет через USB и отправлять на компьютер данные показания со всех четырех датчиков. Для испытания собрана вот такая вот емкость. Это пенопластовый контейнер от каких-то деталей, которые пришли с Алиэкспресс. Внутрь установлен нагревательный элемент на базе углеродного волокна. Здесь термодатчик от мультиметра. Сейчас его внесу. Кадр закрывается. Все это довольно герметично. Ну, условно говоря, с пенопластовой крышкой. И я думаю, это будет достаточно условия для проведения испытаний этих микросхем. Помещаем их таким образом. Снаружи остается плата ардуино. Сейчас подадим туда питание от USB. Запустим программку, которая написана для этого случая. И посмотрим, что мы получим. Закрываю камеру. Сначала я нагрею воздух внутри, подав напряжение на нагревающий кабель. И когда температура достигнет, ну, наверное, 60-65 градусов, больше поднимать не буду, чтобы пенопласт совсем не расплавился. Потом я отключу ток, и он будет постепенно самостоятельно остывать. И как раз вот на этом обратном охлаждении мы и будем следить за показаниями и снимать контрольные точки. Программа для теста та же самая, что я и показывал при демонстрации макроса. Только добавил здесь компоненты RS-232, вывод в компорт данных и однотипные операции для всех четырех микросхем. То есть у нас была здесь инициализация мастера, и мы задавали настройки. Конфигурация для микросхемы, заданным адресом. Одна команда и устанавливали гистерезис. Верхний и нижний порог. В принципе, сейчас его можно отключить. Ну, ладно, я оставил. Мы его проверим потом отдельно. И все, что я сделал, это добавил вместо адреса в виде байта, я указал переменную. И ее значение указываю перед этими командами. Напоминаю, что вот эти три младшие бита у нас задаются выводами на микросхеме. Указали адрес, записали в одну микросхему, второй адрес записали те же самые команды в другую микросхему, просто с другим адресом. И так далее все четыре микросхемы. Далее, основной цикл, в котором мы считываем температуру с микросхем. Вызываем команду readTempFloat, указываем адрес микросхемы и возвращаем переменную с плавающей точкой. В отличие от предыдущего видео, где я показывал, что вывожу только целое значение температуры, здесь я решил все-таки выводить переменную с плавающей точкой по той причине, что разрешение этих микросхем оказалось выше, чем тех, которые я рассматривал. То есть у них шаг изменения температуры 0,125 градусов Цельсия. Поэтому сделал таким образом. Указали адрес, указали переменную t1. Читаем вторую микросхему с другим адресом, сохраняем переменную t2. Третья, четвертая микросхема. Отправляем все это в компорт и небольшая пауза для удобства. Макрос отправки, опять же, все стандартное. Преобразуем переменную t1 в float to string, преобразуем в переменную string и удаляем лишнее командой left. Оставляем 6 символов в нашей строке. Затем отправляем t1 равно, отправляем наше значение и в конце буква c и пробел. Эти символы в начале и в конце нужны для удобства выработки данных в программе HiAS. То же самое. Вторая переменная, преобразовали, отправили третья и так далее. Теперь еще раз рассмотрим макрос для работы с микросхемой lm75a. Custom Code. Defines. Здесь добавим букву A. Подключаемся к i2c мастеру. Далее команда setconfig. Установка gc-резисов я уже указывал. Команда readbyte. Для вывода значения температуры в байтовом типе, то есть только целое число с учетом знака. Этот макрос будет полезен для экономии памяти контроллера, если не требуется большая точность температуры. И прочитать float. Редактировать. Смотрим, что у нас здесь. То же самое обращение. Читаем два байта, в которых хранится температура. Преобразуем в один тип integer. Сдвигаем на пять разрядов вправо, согласно таташиту. Берем переменную с плавающей точкой. И если у нашего полученного здесь числа старшая единица, то значит температура у нас отрицательная. И мы пишем, что темп равно темп минус 2048. Таким образом делается для корректного отображения температуры. И затем темп разделить на 8. Мы получаем уже температуру, сохраненную в переменную с плавающей точкой с ограничением 0,125 градусов Цельсия. И выводим эту переменную из макроса. Итак, все подключено. Нагрев еще не включал. На камере видим значение показаний температуры с термопары. И на графике наблюдаем линии черная, верховая, зеленая, синяя и красная внизу. Это показания с датчиков. В этой части можно будет наблюдать динамику изменения температуры. В этой части можно наблюдать размах, разницу между минимальным показанием и максимальным показанием датчиков. То есть сейчас видим, что он отличается 23,5-24. То есть на целое 0,2 градусов разница между датчиками, которые показывают минимальную температуру и максимальную. И при этом в левой части в текстовом поле можно видеть, что шаг изменения температуры 0,125 градусов. Так, подаю питание на нагревающий кабель. И здесь просто посмотрим, как будут изменяться показания, особо на них не ориентируясь. Из-за того, что нагрев может быть неравномерным. А оставание уже, думаю, будет там одновременно для всех датчиков. В ускоренном режиме посмотрим, как это происходило. Ускорение в 5 раз. Видим, что красная линия начинает обгонять синюю. И показания между датчиками вот этими LM75 и показаниями термопары отличаются примерно на 10 градусов. Здесь я поступил неправильно, потому что я просто засунул термопару внутрь контейнера и думал, что он полностью герметичен. Там воздух равномерно распределен, нагревается равномерно. Нет, это не так. Далее будет показан опыт, повтор этого опыта, но уже правильный вариант. Когда я термопару прислонил к одной из ножек питания. Ну, то есть, которые идут сквозь все платы. Особенность подобных термодатчиков в том, что основную информацию о тепле, о температуре внешней среды, они получают именно через ножки. Вот сейчас мы видим, отключив ее питание, и температура начала понижаться. Так вот, такие датчики, они получают основную температуру именно через ножки, через плату, через пайку. И вот я термопару потом прислонил к, грубо говоря, к такой ножке. И тогда у них температура максимально близки друг к другу. Здесь я открыл крышку, видим, что ускорялось понижение температуры. Так, и 45. Да, сейчас почти совпадает температура термопары и показания датчиков. Но видим, что разница между самым холодным термодатчиком и самым горячим составляет там от 1 градуса до 2-2,5 в самом плохом случае. В принципе, довольно неплохо. Почти завершается испытание. И переходим к следующему. И на этот раз видим, что разница между показанием мультиметра и датчиками намного меньше. То есть, в прошлый раз она была там порядка 10 градусов. Здесь видим 28 мультиметр, 27, почти 28 датчики. То есть, отличается примерно на 2 градуса. И видим, опять же, что красный датчик начинает обгонять немного остальные. Вот какая-то такая микроскопическая нелинейность или что, или его расположение на платах на бутерброде на этом влияет на такое поведение. Показания черного датчика отличаются на, сколько там, не вижу, 1,5-2 градуса. И вот красный стал опускаться ниже синего и зеленого. Выше, сколько там, 70, по-моему, сейчас догонят. Я поднимать не стал, не выдержит моя испытательная эта коробка. Но я особого смысла не вижу. Я думаю, этой информации будет достаточно, чтобы иметь представление о работе этих датчиков. 74, 72, 73. 2 градуса разница между самым близким значением датчика и термопарой. Ну, опять же, термопара могут быть погрешности, скажем так. И процесс охлаждения. Опять же, самые близкие показания между термопарой и датчиком где-то 1-2 градуса отличия, а самое большое где-то 4-5 градусов. И вот три датчика ведут себя очень близко к расположенной линии друг с другом. Красная линия в данном случае отличается, а тогда у нас, да, у нас черная линия отличалась. Может быть, действительно, из-за ее положения внутри коробки. И разность температур между горячим и холодным датчиком составляет порядка 2 градусов сейчас, даже больше. 2 и 3 примерно. 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 И вот таким образом откреплена термопара. То есть, она непосредственно касается одного из проводов, который проходит через весь бутерброд. Так, ну, хотел вот сделать тот же самый опыт с минусовой температурой, но тестер почему-то не хочет охлаждаться. До таких показаний. коробочку, кинул туда 2 алюминиевых бруска, выставил коробку на полчаса за окно. За окном довольно тепло, минус 34. И, как видим, датчики показывали, вот в начале, когда занес, было минус 15, там минус 17. Сейчас температура поднимается. Видим, все-таки недостаточно теплоизолирован этот контейнер. А тестер вообще показывает плюс 3. Ну, измерение отрицательной температуры я еще повторю, когда буду работать с одной микросхемой. А сейчас можем посмотреть, что вот показания реально отрицательные. И то же самое разрешение, но и 125 градусов. Ну, может быть, когда-нибудь дойдут руки до изготовления нормального теплоизолированного контейнера для подобных испытаний. Так, давайте продолжим тесты в железе. Сейчас мы уже поработаем с одним датчиком. Оставим только одну микросхему. На ней напаяны подтягивающие резисторы к плюсу питания. И 4 провода идут на Ардуино. Длина кабеля около 10 метров. И, как видим, по показаниям все отлично работает. Кабель простой, одножильный, не экранированный. Давайте отключим одну из линий данных. И показания будут какие-то такие. А если вторую? И первое, что мы сейчас сделаем, давайте все-таки измерим отрицательные температуры. Это я вынесу датчик за окно. Сайт о погоде показывает минус 34. Давайте посмотрим, что покажет этот датчик и мультиметр термопара. Да, ну вот такое поведение датчика. Если LM75 ведет себя еще как-то более-менее понятно, то термопара показывала 23, что ли. Не помню, сейчас ставлю фотографию, будет видно. То есть гораздо меньшую температуру, но по модулю меньшую. И здесь я склонен доверять более именно микросхеме LM75. Не знаю, почему у меня в последнее время такие отношения с термопарой, с этим тестером. Но почему-то возникают сомнения в его реальности. То есть на графике видим, здесь было... Тут я опустил на пол датчик. Температура понизилась на пару градусов. Потом подышал на него, нагревал. Потом вытащил за окно. Здесь я пытался переставить датчик в другое место. Температура немного поднялась. Потом стабилизировалась на этом уровне. И сейчас вот я занес его в дом. Температура начинает возрастать. Давайте дыхну на него. Видим, что реагирует довольно быстро. Но давайте попробуем еще раз. Засуну термопару с датчиком в морозильную камеру холодильника. Термопару с датчиком в морозильной камеры холодильника. Ну и опять же видно некоторые отличия. М75 показывал минус 13,5 градусов. Термопара показывала минус 11. По измерению температуры что еще можно добавить? Как я уже говорил в этом видео, большей частью микросхема меряет температуру своих ножек. А ввиду того, что корпус массивный, там металл ножек и прочее, то этот датчик не такой быстрый в процессе измерения. То есть по скорости реагирования с термопарой ему не сравнится. Но, как видим, показания весьма неплохие. И учитывая его низкую цену, менее 10 рублей, простоту подключения, наличие настраиваемого компаратора по температуре, делает эту микросхему довольно интересной для радиолюбителей. Теперь давайте посмотрим токи потребления. Включен именно вот этот длинный кабель через миллиамперметр. И в обычном режиме измерения непрерывно показывает 0,1 миллиампер. Вспоминаем, что на этот счет нам говорит документация. Так, нормальный режим. I2C у нас активный. Общение по I2C проходит редко и довольно быстро, поэтому, скорее всего, тестер просто не успевает зафиксировать потребление тока в этот момент. Напоминаю, что линия I2C требует внешние подтягивающие резисторы. У меня они стоят по 5,6 кОм. И когда на линии нужен 0, транзистор внутри микросхемы открывается и садит линию на 0. То есть ток течет полностью с плюса питания через резистор на землю. И в данном случае, если оба транзистора откроются, то у нас будет течь ток порядка 2 миллиампер. Но из-за того, что общение по I2C линии происходит быстро, ток такой величины возникает только в кратковременном импульсном режиме. Ну, а так, видим, показывает 0,1 миллиампер. Переключим на микроамперы. Ну, вот 90. Видим скачки. А так, в районе 100 микроампер. Это в обычном непрерывном режиме измерения. Так, микроамперы оставим. И изменим программу. Таким образом изменим программу. Основной цикл. Здесь мы настраиваем датчик на непрерывные измерения. Производим 20 измерений с интервалом 100 миллисекунд. Это заявленное время опроса у датчика. И затем выводим информацию на компьютер. Ну, конкретно нас интересует именно процесс вот этот. В течение двух секунд. Когда происходит непрерывное измерение. Какой ток он потребляет. Затем даем команду shutdown. То есть, выключаем датчик. Также пауза 2 секунды. За это время мы смотрим, какой ток он потребляет. Ну, или даже давайте сделаем по 3 секунды. Или по 4 пусть будет. Чтобы не суетиться. И так, все время. Компилируем. Так, та же схема измерения. И смотрим. Вот 4 секунды он измеряет. Показывает 105 микроампер. И в режиме shutdown показывает 3 микроампера. То есть, крайне низкое многопотребление. Что у нас тут? Shutdown моду. Да, типичное значение 3,5 микроампера. Так и есть. И последняя функция, которую мы попробуем рассмотреть. Это у нас вывод компаратора. Так, смотрим, где здесь описание. Вот. Количество ошибок. Ну, давайте поставим 3. Активный уровень. Сейчас мне удобнее мультиметром подключиться было к плюсу питания. И к выводу компаратора. То есть, у нас сигнал будет инвертирован. Активный. То есть, когда сработал высокий. Когда сработал низкий. То есть, давайте оставим 0. То есть, при срабатывании компаратора у нас на выходе будет мультиметр показывать напряжение питания. Режим компаратора либо прерывания. Пусть будет компаратора. 0 и режим нормальный. 0. То есть, здесь 0, 0 и здесь цифра 3. Ну, тоже назначения особо в данном случае не имеют. Напоминаю, этот бит в регистре отвечает за количество измерений, при которых компаратор зафиксировал превышение порога, при котором он должен сработать. Если 6 подряд измерений, он видит, что температура выше, то он срабатывает. Это защита от помех. Если такая не нужна, то ставим здесь. Пишем 0. Будет при одном определении температуры. Он уже сработает. 3, 0, 0, 0. Поехали. Настройку выносим за основной цикл. И количество ошибок мы поставим. 3. Остальное все по нулям. Окей. Настроили. И теперь устанавливаем пороги компаратора. Давайте сделаем верхнее значение. Пусть будет 30 градусов. Окей. А нижнее значение пусть будет 20. Сколько? Ну, 27. То есть температура в комнате у меня ниже этой температуры. А нагреть можно, ну, по резистору поставлю мощный. Под датчиком, чтобы он нагревал его. 30 и 27. Окей. Возвращаем нормальный режим работы. И посмотрим, как он себя поведет. Так, ну вроде все нормально. Давайте пробовать. 30 и 27 установлены пороги. Подаем напряжение на резистор. Сейчас он начнет прогреваться. Так что непонятное... Вот непонятное явление. Ну, видимо, из-за длинных проводов. Не знаю, за чего. Но при поднесении руки к минусовому проводу питания, что к Ардуино, что к самому датчику. Вот видим вот такую реакцию. Так вот, закрепил. Руки убрал. Видим показания 21. Подношу руку. И видим, что показания падают. Ладно, на это внимание не обращаем. Пытаемся. Смотрим показания вольтметра. Смотрим на датчик температуры. Начинаем нагрев. Тенинг, 27 проскочили. Сейчас будет 30 градусов. И на мультиметре показывает напряжение питания. Убираю нагрев. О, кстати, отчетом. Тоже видим, скакнули показания. Ну, судя по всему, это уже влияние питания. Сейчас температура опустится до 27. И мы проведем этот эксперимент. Оп. А куда-то креско проскочил. Ну, вот видим, что при срабатывании компаратора ниже 27 он должен был сработать. Вот такой у нас скачок резкий напряжения. Думаю, что это из-за напряжения питания. Хотя, в принципе, нагрузки-то на выходе компаратора никакой нет. Тут вольтметр высокого сопротивления. Вот блин, гадость-то какая. Как всегда, при проведении испытаний я не учту какую-нибудь мелочь, которая потом ставит под сомнение все результаты этих испытаний. Вот и сейчас я сильно затупил и на длинном проводе не подключил конденсатор по питанию. Небольшой керамический конденсатор емкостью 100 нФ, 0,1 мкФ. Поставил сейчас по питанию, как видим, показания при работе с гистерезисом отличные. Никаких скачков. Все нормально. Ну, и в идеале нормально бы человек повторил все предыдущие испытания уже с нормальной, так сказать, схемой. Но я человек ненормальный, я ленивый. Извиняйте. Еще раз смотрим работу компаратора. Идет нагрев. Температура 30. Сработал компаратор. Показывает логический выровень единицы. Убираю резистор. Видим, что когда сработал компаратор, никакого скачка резкого не было. Температура 27,5 снижается. А, и вот уже сработал компаратор почему-то. А что там может... И опять же, видим, что никаких скачков температуры в этот момент не было. Ну, и, наверное, последнее испытание. Это влияние напряжения питания на показания этого датчика. По даташиту смотрим напряжение питания от 2,8 до 5,5 вольт. Поэтому сейчас я ардуино запитываю от внешнего источника. Подключаю внешний преобразователь USB UART, чтобы он не брал питание от USB порта. И пробуем изменять напряжение питания. Ну что ж, питание подаем от внешнего источника. Напряжение измеряю непосредственно на ножках самой микросхемы на платке LM75. Сделаем рестарт контроллера. Показания видим 25,125. И давайте начнем понижать напряжение. 4 вольта. Ну и 3,3 это, наверное, минимально такой нормальный бытовой уровень. Видим, что температура у нас поднялась на 0,2 градуса. То есть зависимости показаний температуры от напряжения питания практически нет. Еще раз поднимаю до 5. 5,1. И опускаю до 3,3. Ну вот изменяется. Было 0,125, стало 0,05. То есть на 2,3 младших разряда изменяется показания температуры. Попробую понизить напряжение еще, но скорее всего это уже Arduino откажется работать. 3 вольта. Вроде бы все работают. 2,8. Ну-ка подниму. Да, есть, все еще работают. 2,3. Так, что у нас здесь? Ну, вроде что-то работает. Ну, я думаю, что Arduino уже на этой на таком напряжении должен отключиться. 2,1 вольт. 2,1. Да, уже не реагирует. Скорее всего, этот контроллер завис, потому что у него включен кварц 16 мегагерц и для такой частоты напряжение уже слишком маленькое. 3,3 вольта. Сделаю reset контроллера. Сброшу график. И вот видим, как он охлаждается после нагрева паяльником. Еще раз поднесу. И видим, как идет нагрев. Ну что, с результате испытаний, я думаю, можно сделать вывод, что LM75A от фирмы NXP, именно у которой 11-битное разрешение, это очень привлекательный датчик температуры для использования в электронных устройствах с микроконтроллером. Единственный ее минус это точность температуры плюс-минус 2 градуса. То есть, когда вы подключили, измерили комнатную температуру, измерили показания с микросхемы, вот это отличие реальной температуры от ее текущих показаний может достигать плюс-минус 2 градуса. Но затем смещение температуры будет одинаковым. То есть, это ее сдвиг. Начальное напряжение смещения. Ну, не знаю, как еще сказать. То есть, его можно компенсировать, учесть при изготовлении устройства. И потом она будет показывать довольно точную температуру. Остальное, не знаю, я вижу. Уже только плюсы. Крайне дешевые. Менее 10 рублей за штуку. Корпус SOIC 8. Ну, не очень удобно, но с переходником все отлично. Есть три ножки для задания адреса. То есть, можно 8 микросхем вешать на одну I2C линию. Простой макрос для работы. Есть компаратор при необходимости. Ну, еще вот опасность, что получить микросхему не от того производителя, что у вас будет не 11-битный, а сколько там, 9. Да, 9-битный АЦП. Тогда разрешение будет 0,5 градусов. Ну, тоже вполне неплохо. Так что, как я говорил, я заказал 40 штук сразу таких микросхем. Пришли они ко мне все. Шли довольно долго, 50 дней, но ничего, нормально. Так что, рекомендую их иметь в виду. Ну, и небольшую табличку составило это сравнение датчика DS18B20, широко любимого, и нашей микросхемы LM75A. Цена сразу у датчика DS18B20 выше в 4-5 раз. То есть, у этой цены менее 10 рублей, у датчика самый дешевый, там, не знаю, может, рублей за 35 можем найти, но порядка 40. Разрешение, настраиваемое от 9 до 12 бит, здесь фиксированное 11 бит, довольно высокое и вполне достаточно для большинства применений. Время измерения в зависимости от разрешения у DS18B20 будет сильно отличаться и при максимальном разрешении достигать почти 1 секунды и требуются некоторые тонкости при работе с макросом этого компонента, если вы хотите в это время еще что-то делать. Эта тема обсуждалась на форуме, но я ее не затрагивал. При 9-битном разрешении 93 миллисекунды, что соответствует такому же времени при 11-битном разрешении LM75. Интерфейс здесь OneWire, здесь I2C. То есть сюда требуется 3 провода, а в случае паразитного питания вообще 2 провода. Здесь требуется 4 провода. То есть в плане подключения, в плане проводов DS18B2 удобней, но в плане макроса, в плане отправки команд. Я так до конца с ним и не разобрался. Очень давно был у меня урок на канале по работе с этим датчиком, но там показано только поверхностное знание, как с ним работать, ну простейший случай подключения. Полностью я с ним так и не разобрался. Здесь I2C протокол, все легко и просто. Напряжение питания, ну примерно сопоставимый, здесь более низкое напряжение, но будем считать, что они равны, но опять же здесь преимущество. Ток потребления в рабочем режиме у обоих по 1 миллиамперу, в режиме сна у DS18B20 ток потребления в 40 раз меньше. 0,1 микроампер, ну а здесь 4 микроампера, это довольно мало. Удобство монтажа. Три вывода у микросхемы, если мы говорим про корпус ТО-92. Довольно просто осуществить монтаж, но опять же не забываем, что здесь, что здесь необходимы внешние подтягивающие резисторы к плюсу питания. Так что здесь я отдал плюс, конечно, DS18B20 в плане монтажа, но повторюсь, если вы хотите сделать выносной датчик, то вот такие, как у меня, маленькие платки, переходник, SOI, CANADIP, довольно удобная вещь. И проблем тогда не возникает. И точность, про которую я уже упомянул, то есть разница, которая может быть между реальной температурой и показаниями датчика. У DS18B20 это плюс-минус 0,5 градусов, у микросхемы LM75A плюс-минус 2 градуса. Это я говорю для наиболее употребимого диапазона, там где-то от минус 10 до плюс 80 градусов. Ну, кстати, я сейчас посмотрел, цена почему-то поднялась. Я-то заказывал за 77 рублей 10 штук, а здесь уже 90 рублей 10 штук. Но все равно крайне дешево. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...